Паромщик Филипп Тюрин Старуха не одобряла в мужа его увлечение политикой. Больше того, это дурацкое увлечение раздражало ее. Бывало, что они всерьез ругались из-за политики, но сейчас старухе не хотелось ругаться. Некогда. Она собиралась на базар. Паромщик Филипп, строгий, сосредоточенный, оделся потеплее и пошел к парому. Паромщиком он давно, с войны. Его ранило в голову. В наклон работать, плотничать он больше не мог, и он пошел по ручкам. Был конец сентября. Дуло после дождей, наносило мразь и холод. Под ногами чавкало. Из репродуктора у сельмага звучала физзарядка. Ветер трепал обрывки музыки и бодрого московского голоса. Свинячий виск по селу и крик петухов был устойчивей, пронзительней. Встречные односельчане здоровались с Филиппом кивком головы и поспешали дальше. К сельмагу за хлебом или к автобусу тоже на базар торопились. Филипп привык утрами проделывать этот путь от дома до парома. Совершал его бездумно. То есть он думал о чем-нибудь, но никак не о пароме или о том, например, кого он будет переправлять целый день. Тут все понятно. Он сейчас думал, как унять этих американцев с войной. Он удивлялся, но никого не спрашивал, почему их не двинут нашими ракетами. Можно же за пару дней все решить. Филипп с молоду был очень активен. Активно включился в новую жизнь, активничал с колхозами. Не раскулачивал, правда, но спорил и кричал много. Убеждал недоверчивых, волновался. Партийцем он тоже не был. Как-то об этом ни разу не зашел разговор с ответственными товарищами. Но зато ответственные никогда без Филиппа не обходились. Он им от души помогал. Он втайне гордился, что без него никак не могут обойтись. Нравилось накануне выборов, например, обсуждать в сельсовете с приезжими товарищами, как лучше провести выборы. Кому доставить урну домой, а кто и сам придет. Только надо сбегать утром. Напомнить. А были и такие, что начинали артачиться. Они мне коня много давали. Я просил за дровами. Филипп прямо в изумление приходил от таких слов. Да ты что, Егор, говорил мужико. Да разве можно сравнивать? Вот так раз. Тут политическое дело, а ты с каким-то конем спутал телятинус. И носился по селу, доказывал. И ему тоже доказывали. С ним охотно спорили, не обижались на него, а говорили, ты им скажи там. Филипп чувствовал важность момента, волновался, переживал. Ну, народ, думал он, весь объятый заботами большого дела. Обормоты дремучие. С годами активность Филиппа слабела, и тут его в голову-то шваркнуло. Не по силам стало активничать и волноваться. Но он по-прежнему все общественные вопросы принимал близко к сердцу. Испокоился. На реке ветер похаживал добрый, стегал и толкался. Канаты гудели. Но хоть выглянуло солнышко, и то хорошо. Филипп сплавал туда-сюда, перевез самых нетерпеливых. Дальше пошло легче, без нервов. И Филипп наладился было опять думать про американцев. Но тут подъехала свадьба. Такая нынешняя, на легковых, с лентами, с шарами. В деревне теперь тоже завели такую моду. Подъехали три машины. Свадьба выгрузилась на берегу, шумная, чуть хмельная. Весьма и весьма показушная, хвостливая. Хоть и мода на машинах-то, с лентами-то. Но еще редко, еще не все могли достать машины. Филипп с интересом смотрел на свадьбу. Людей этих он не знал, не здешние, в гости куда-то едут. Очень выламывался один дядя в шляпе. Похоже, что это он добыл машины. Ему все хотелось, чтобы получился размах, удаль. Заставил баяниста играть на пароме. Первый пустился в пляс, покрикивал, дробил ногами, смотрел орлом. Только на него-то и смотреть было неловко. Стыдно. Стыдно было жениху с невестой. Они трезвее других, совестливее. Уж он кабенился, кабенился. Этот дядя в шляпе никого не заразил своим деланным весельем. Устал. Паром переплыл, машины съехали. И свадьба укатила дальше. А Филипп стал думать про свою жизнь. Вот как у него случилось в молодости с женисьбой. Была в их селе девка Марья Ермилова. Красавица, круглоликая, румяная, приветливая. Загляденье. О такой невесте можно только мечтать на палатях. Филипп очень любил ее, и Марья тоже его любила. Дело шло к свадьбе. Но связался Филипп с комсомольцами. И опять же, сам комсомольцем не был, но кричал и не спровергал все наравне с ними. Нравилось Филиппу, что комсомольцы восстали против стариков сельских, против их засилья. Было такое дело. Поднялся весь молодой сознательный народ против церковных браков. Неслыханное творилось. Старики ничего сделать не могут. Злятся, хватаются за бичи. Хоть бичами, да и справить молокососов. Но только хуже толкают их к упорству. Веселое было время. Филипп, конечно, тут как тут, тоже против венчания. А Марья нет. Не против. У Марьи мать с отцом крепкие, да и сама она окончательно выпряглась из передовых рядов. Хочет венчаться. Филипп очутился в тяжелом положении. Он уговаривал Марью всячески. Он, говорить, был мастер, за это, наверное, и любила его Марья. Искусство редкое на селе. Убеждал, сокрушал темноту деревенскую, читал ей статьи, разные фильетоны, зубоскалил с болью в сердце. Марья ни в какую. Венчаться и все. Теперь, оглядываясь на свою жизнь, Филипп знал, что тогда он непоправимо сглупил. Расстались они с Марьей. Филипп не изменился потом. Никогда не жалел и теперь не жалеет, что посильно, как мог, участвовал в переустройстве жизни. А Марью жалел. Всю жизнь сердце кровью плакало и болело. Не было дня, чтоб он не вспомнил Марью. По первости было так тяжко, что хотел руки на себя наложить. И с годами боль не ушла. Уже была семья, по правилам гражданского брака, детишки были. А болело и болело по Марье сердце. Жена его, Фекла Кузовникова, когда обнаружила у Филиппа эту его постоянную печаль, возненавидела Филиппа. И эта глубокая, тихая ненависть тоже стала жить в ней постоянно. Филипп не ненавидел Феклу, нет. Но вот на войне, например, когда говорили, вы защищаете ваших матерей, жен, Филипп вместо Феклы видел мысленно Марью. И если бы случилось погибнуть, то и погиб бы он с мыслью о Марье. Боль не ушла с годами, но, конечно, не жгла так, как жгла первые женатые годы. Между прочим, он тогда и говорить стал меньше. Активничал по-прежнему, говорил, потому что надо было убеждать людей, но... Все как будто вылезало из своей большой горькой думы. Задумается, задумается, потом спохватится. И опять вразумлять людей, опять раскрывать им глаза на новое, небывалое. А Марью тогда... Марью тогда увезли из села. Зазнал ее какой-то... Не какой-то, Филипп потом с ним много раз встречался. Это богатый парень из Краюшкина. Приехали, сосватали и увезли. Конечно, венчались. Филипп спустя год спросил у Павла, мужа Марье. Несовестно было? В церкву-то поперся. На что Павел сделал вид, что удивился, потом сказал. А чего мне совестно-то должно быть? Старикам-то поддался. Я не поддался, сказал Павел. Я сам хотел венчаться. Вот я и спрашиваю. Растерялся Филипп. Несовестно? Старикам уж простительно, а вы-то... Мы же так никогда из темноты не вылезем. На это Павел заматизился. Сказал, пошли вы. И не стал больше разговаривать. Но что заметил Филипп? При встречах с ним Павел смотрел на него с какой-то затаенной злостью, с болью даже. Как если бы хотел что-то понять, и никак понять не мог. Дошел слух, что живут они с Марьей неважно, что Марья тоскует. Филиппу этого только не хватало. Запил даже от нахлынувшей новой боли. Но потом пить бросил и жил так. Осил постоянно в себе эту боль змею. И кусала она его, и кусала, но претерпелся. Такие-то невеселые мысли вызвала к жизни эта свадьба на машинах. С этими мыслями Филипп еще поплавал туда-сюда. Подумал, что надо, пожалуй, выпить в обед стакан водки. Ветер пронизывал до костей, и душа чего-то заскулила. Заныло. Прямо затревожилось. Раза два еще сплаваю, и пойду на обед, решил Филипп. Подплывая к чужому берегу, у Филиппа был свой берег, где его родное село, и чужой. Он увидел крытую машину и кучку людей около машины. Опытный глаз Филиппа сразу угадал, что это за машина и кого она везет в кузове. Покойника. Люди возят покойников одинаково. У парома всегда вылезут из кузова, от гроба и так как-то стоят. И смотрят на реку и молчат, что сразу все ясно. Кого же это, подумал Филипп, вглядываясь в людей. Из какой-нибудь деревни, что вверх по реке, потому что не слышно было, чтобы кто-то поблизости помер. Только почему же откуда-то везут? Не дома, что ли, помер, а домой хоронить везут? Когда паром подплыл ближе к берегу, Филипп узнал в одном из стоящих у машины Павла, Марьиного мужа. И вдруг Филипп понял, кого везут. Марью везут. Вспомнил, что в начале лета Марья ехала к дочери в город. Они поговорили с Филиппом, пока плыли. Марья сказала, что у дочери в городе родился ребенок. Надо помочь пока. Поговорили тогда хорошо. Марья рассказала, что живут они ничего, хорошо. Дети трое. Все пристроились. Сама она получает пенсию. Павел тоже получает пенсию, но еще работает, столярничает помаленьку на дому. Скота много не держит, но так-то все есть. Индюшек наладилось держать. Дом вот перебрали в прошлом году, сыновья приезжали, помогли. Филипп тоже рассказал, что тоже все хорошо, пока пенсию тоже получает. Здоровьешком пока не жалуется, хотя к погоде голова побаливает. А Марья сказала, что у нее сердце чего-то, мается сердцем. То ничего-ничего, а то как сожмет, сдавит. Ночью бывает, как заломит-заломит, хоть плачь. И вот видно конец Марьи. Филипп как узнал Павла, так ахнул про себя. В жар кинула. Паром стукнулся о шатке припаромок, причал. В деле цепи с парома в кольца припаромка заклячили ломиками. Крытая машина пробовала уже передними колесами бревна припаромка. Бревна хлябали, трещали, скрипели. Филипп, как завороженный, стоял у своего весла, смотрел на машину. Господи, Господи, Марью везут, Марью. Филиппу полагалось показать шоферу, как ставить на пароме машину, потому что сзади еще заруливали две, но он как прирос к месту. Все смотрел на машину, на кузов. — Где ставить-то? — крикнул шофер. — А? — Где ставить-то? — Да ставь! Филипп неопределенно махнул рукой. Все же никак он не мог целиком осознать, что везут мертвую Марью. Мысли вихлялись в голове, не собирались воедино в скорбный круг. То он вспоминал Марью, как она рассказывала ему, вот тут, на пароме, что живут они хорошо. То молодой ее видел, как она... Господи! Господи, Марья! Да ты ли это? Филипп отодрал, наконец, ноги с места, подошел к Павлу. Павла жизнь скособочила, лицо еще свежее, глаза умные, ясные, а осанки никакой. И в глазах умных большая спокойная грусть. — Что, Павел? — спросил Филипп. Павел мельком глянул на него, не понял, вроде, о чем его спросили, и опять стал смотреть вниз, в доске парома. Филиппу неловко было еще спрашивать. Он вернулся опять к веслу. А когда шел, то обошел крытую машину с задка кузова, заглянул туда. Гроб. И открыто заболело сердце, и мысли собрались воедино. Да, Марья. Поплыли. Филипп машинально водил рулевым веслом, и все думал. Марьюшка, Марья. Самый дорогой человек плывет с ним последний раз. Все эти тридцать лет, как он паромщиком, он наперечет знал, сколько раз Марья переплывала на пароме. В основном все к детям ездила в город. То они учились там, то устраивались, то когда у них детишки пошли. И вот нету Марьи. Паром подвалил к этому берегу. Опять зазвякали цепи, взвыли моторы. Филипп опять стоял у весла и смотрел на крытую машину. Непостижимо. Никогда в своей жизни он не подумал, что, если Марья умрет. Ни разу так не подумал. Вот уж к чему не готов был. К ее смерти. Когда крытая машина стала съезжать с парома, Филипп ощутил нестерпимую боль в груди. Охватило беспокойство. Что-то он должен сделать. Ведь увезу сейчас. Совсем. Ведь нельзя же так. Проводил глазами и все. Как же быть? И беспокойство все больше овладевало им. А он не трогался с места. И от этого становилось вовсе не по себе. Да проститься же надо было, понял он, когда крытая машина взбиралась уже на взвоз. Хоть проститься-то. Хоть посмотреть-то последний раз. Гроб-то еще не заколочен. Посмотреть-то можно же. И почудилось Филиппу, что эти люди, которые провезли мимо него Марью, то они не должны так сделать, провести и все. Ведь если чье это горе, так больше всего его горе. В гробу-то Марья. Куда же они ее? И опрокинулось на Филиппа все неизжитая жизнь, неистребленное временем, незабытое, дорогое до боли. Вся жизнь долгая стояла перед лицом. Самое главное, самое нужное, чем он жив был. Он не замечал, что плачет. Смотрел вслед чудовищной машине, где гроб. Машина поднялась на взвоз и уехала в улицу. Скрылась. Вот теперь жизнь пойдет как-то иначе. Он привык, что на земле есть Марья. Трудно бывало тяжко. Он вспоминал Марью и не знал сиротства. Как же теперь-то будет? Господи! Пустота какая! Боль какая! Филипп быстро сошел с парома. Последняя машина, только что съехавшая, замешкалась чего-то. Филипп подошел к шоферу. Догониха крытую с гробом попросил он, залезая в кабину. А чего? Зачем? Надо! Шофер посмотрел на Филиппа, ничего больше не спросил. Поехали. Пока ехали по селу, шофер несколько раз присматривался сбоку к Филиппу. Это Краюшкинские, что ли? Спросил он, кивнув на крытую машину впереди. Филипп молча кивнул. Родня, что ли? Еще спросил шофер. Филипп ничего на это не сказал. Он опять смотрел во все глаза на крытый кузов. Отсюда виден был гроб посередке кузова. Люди, которые сидели по бокам кузова, вдруг опять показались Филиппу чуждыми и ему, и этому гробу. С какой стати они-то там? Ведь в гробу Марья. Обогнать, что ли? Спросил шофер. Обгони. И ссади меня. Обогнали фургон. Филипп вылез из кабины и поднял руку. И сердце запрыгало, как будто тут сейчас должно что-то случиться такое, что всем и Филиппу тоже станет ясно, кто такая ему была Марья. Не знал он, что случится. Не знал, какие слова скажет, когда машина с гробом остановится. Так хотелось посмотреть Марью. Так это нужно было, важно. Нельзя же, чтобы она так и уехала. Ведь и у него тоже жизнь прошла. И тоже никого не будет теперь. Машина остановилась. Филипп зашел сзади. Взялся за борт руками и полез по железной этой короткой лесенке, которая внизу кузова. Павел, сказал он просительно, и сам не узнал своего голоса. Так просительно он не собирался говорить. — Дай я попрощаюсь с ней. Открой, хоть гляну. Павел вдруг резко встал и шагнул к нему. Филипп успел близко увидеть его лицо. Изменившееся лицо, глаза, в которых давеча стояла грусть. Теперь они вдруг сделались злые. — Иди отсюда! — негромко, жестоко сказал Павел. И толкнул Филиппа в грудь. Филипп не ждал этого, чуть не упал, удержался, вцепившись в кузов. — Иди! — закричал Павел. И еще толкнул, еще! Да сильно толкал! Филипп изо всех сил держался за кузов, смотрел на Павла, не узнавал его и... Ничего не понимал. — Эй, эй, чего вы? — всполошились в кузове. Молодой мужчина, сын, наверное, взял Павла за плечи и повлек в кузов. — Что ты? Что с тобой? — Пусть уходит! — совсем зло говорил Павел. — Пусть он уходит отсюда! Я тебе посмотрю! Приполз! Гадина какая! — Уходи! Уходи! Павел затопал ногой, он как будто взбесился с горя. Филипп слез с кузова. Теперь-то он понимал, что с Павлом. Он тоже зло смотрел снизу на него и говорил, сам не сознавая, что говорит, но, оказывается, слова эти жили в нем готовые. Что? Горько! Захапал чужое-то, а горько! Радовался тогда. — Ты зато много порадовался, — сказал из кузова Павел, — а то я не знаю, как ты радовался. — Вот как на чужом-то несчастье свою жизнь строить, — продолжал Филипп, не слушая, что ему говорят из кузова. Важно было успеть сказать свое. Очень важно. Думал, будешь жить припеваючи. Нет, так не бывает. Вот я теперь вижу, как тебе все это досталось. Много ли ты-то припевал, ты-то, сам-то? Самого-то чего в такую дугу согнуло? Если хорошо-то жил, чего же согнулся? От хорошей жизни? Радовался тогда? Вот, нарадовался. — Побирушка! Ты же Побирушка! Да что вы, — рассердился молодой мужчина, — с ума, что ли, сошли. Нашли время. Машина поехала. Павел еще успел крикнуть из кузова. Я Побирушка! А ты шкулил всю жизнь, как пес, за воротами. Не я Побирушка-то, а ты! Филипп медленно пошел назад. Марья, — думал он. Эх, Марья, Марья, вот как ты жизнь-то всем перекосила. Полаялись вот два дурака. — Обои мы с тобой, Побирушки, Павел, не трепыхайся. Если ты не Побирушка, то чего же злишься? Чего бы злиться-то? Отломил с молоду кусок счастья, живи да радуйся. А ты радости-то тоже не знал. Не любила она тебя, вот у тебя горе-то и полезло горлом теперь. Нечего было и хватать тогда. А то приехал, раз-два увезли. Обрадовались. Горько было Филиппу. Но теперь к горькой горечи этой приметалась еще досада на Марью. Тоже хороша. Нет подождать. Заусилась в краюшкина. Прямо уж не терпешь какой-то. Тоже толку-то было. И чего вот теперь? Теперь уж чего, сказал себе Филипп окончательно. Теперь ничего. Надо как-нибудь дожить. Да тоже собираться следом. Ничего теперь не воротишь. Это Василий Шукшин. Василий Макарович Шукшин. Русский советский писатель, актер, кинорежиссер, сценарист. Человек, безусловно, талантливый, сделавший, пусть небольшое, но такое ощущение, что достаточное количество прекрасных фильмов. Живет такой парень, странные люди, печки, лавочки, конечно, Калина Красная, человек, написавший большое количество прекрасных, очень как бы написали в учебниках самобытных рассказов. Василий Шукшин и небольшой рассказ, он называется «Осенью». 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 Продолжение следует...